За три месяца инженер-строитель преодолел около трёх тысяч километров по тайге, болотам, тундре, рекам Сибири, Урала, Крайнего Севера и даже погостил на Ямале. На надувной лодке без сна и отдыха Виктор Атласов 30 часов плыл по Обской губе до своей первой стоянки. Ямальское лето встретило его недружелюбно, но двухдневное испытание штормами путешественник выдержал. Когда пережил я этот шторм, 48 часов под ливнем, там огромные волны и температура всего 4 градуса. Короче, я убедился, что какие резервы организма. Дрожь била вот так никогда. От меня ничего не зависело. Управлять лодкой туда-сюда, ну и без толку. Главное, мысль была, а вообще выдержать организм такой? Даже не чихнул потом. На себе Виктор несёт во время путешествия около 50 килограммов. Надувную лодку, палатку и другие необходимые вещи. Он в одиночку путешествует по России с 1992 года. За это время он побывал в 89 регионах. 3000 – это можно от Рязани доехать до границы и вернуться назад. То есть я, не напрягаясь так просто, можно сказать, как обычный турист, объездил всю европейскую часть и не встретил ни одного нашего. При этом иностранцев полно. Всех. Европейцев все, больше всего немцев. Катаются по России на велосипеде. Наших нет. Ну, мне как-то стало обидно. Кроме впечатлений и фотографий в этот раз, Атласов привёз с собой и потери. Сотовый телефон и 6 килограммов собственного веса. Следующим летом путешественник планирует маршрут по Крайнему Северу.